Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я начинаю обзоры, которые посвящаются анализу потоков ликвидности на рынке. Очень надеюсь, что это поможет вам лучше понимать рынок, усовершенствовать свои собственные торговые стратегии и создавать новые. Сегодня я разберу фьючерс на швейцарский франк. И то, что происходит в этом активе на данный момент. Давайте рассмотрим те индикаторы, которые помогают мне осуществлять такого рода анализы. В первую очередь, это дельта по объему и дельта по количеству с тела. Второе, это открытый интерес. Третье, это HFT объемы, которые мы с определенными параметрами устанавливаем на графике, чтобы видеть, где проходят высокочастотные сделки маркетмейкеров, крупных трейдеров, либо же просто скопление ликвидности, срабатывание стоп-ордеров и так далее. Далее, что мы смотрим? Конечно же, это уровни. Уровни объема. Уровни, которые мы устанавливаем по кумулятивной дельте. По этим же высокочастотным объемам. То есть, они дают нам определенные ориентиры, где цена может остановиться и потенциал, куда она может сходить при благоприятном исходе. Значит, что мы видим сейчас на данной картинке? Это то, что фьючерс на швейцарских франк торгуется в диапазоне. Но что происходит конкретно в этом диапазоне, мы можем увидеть с помощью дельты по количеству сделок. То есть, соответственно, очень большое количество сделок на продажу. Оно превышает сделки на покупку. Чем это связано? Закрытие контракта по швейцарскому франку происходит на нисходящей динамике. И новый контракт, уже сентябрьский, который торгуется у нас последние несколько дней, он тоже больше сопровождается нисходящим движением. То есть, соответственно, многие трейдеры могут закрывать свои позиции с убытком. А кто-то может даже по тренду открывать короткие позиции. Но что мы видим по открытому интересу? Он не меняется практически. Да, незначительные изменения открытого интереса все-таки есть. Если посмотреть, то это 55774 контракта и 57472 контракта. То есть, около 2000 изменения мы видим. Но если сравнивать с предыдущими колебаниями, это не такое большое изменение, но оно есть. То есть, мы понимаем, что это не обе стороны закрывают свои позиции. Это кто-то принимает сделки за счет тех трейдеров, которые закрывают свои позиции с убытком. И это очень важный момент. Именно этот момент является ключевым для определения направления, в котором мы будем работать. То есть, здесь мы себе определяем, что мы будем работать в бай. Дальше. Что нам нужно, в принципе, для того, чтобы принять торговое решение на вход в позицию? Это первое. Энергия, которая накоплена здесь. И мы это видим. То есть, все-таки открытый интерес незначительно вырос. И есть дисбаланс между дельтой по объему и дельтой по количеству сделок. Это энергия. Второе, что нам необходимо знать, это направление. То есть, направление также мы можем определить с помощью дельты. В данном случае, проанализировав, что происходит на рынке, мы понимаем, что для нас больше приоритетное направление, это будет покупку. Потому что мы работаем в сторону лимитных покупателей, которые приняли достаточно большой объем сделок на продажу, которые мы видим как раз с помощью дельты по количеству сделок. Давайте посмотрим, сколько сделок было больше на продажу, чем на покупку. 250 14 числа. И на следующий день вот тоже 300 сделок. То есть, мы видим, синим внизу отображается количество сделок, на которые на продажу зашло больше, чем на покупку. Все это было принято лимитными покупателями. Конечно же, они будут заинтересованы в том, чтобы цена двигалась наверх. Если они принимают предложение, значит, они будут выкупать все проливы и таким образом способствовать продвижению цены в восходящем направлении. Дальше. То есть, энергия есть. Направление есть. Какой же потенциал? То есть, мы должны понимать, чтобы эта сделка была с нормальным соотношением риск-прибыль. Потенциал в данной ситуации это декабрь 2016 года. Вот уровень объема, который проторгован, тоже соответствует предыдущей зоне проторговки. И это максимальный объем, который был наторгован в декабре 2016 года. Я вам скажу так. Если у вас очень много уровней объема, я предпочитаю те уровни, которые более древние. Они отрабатываются почему-то лучше. Я даже не могу вам объяснить, с чем этим связано. Возможно, что многие трейдеры забыли об этих уровнях. Но в нашей платформе Trading Volume Terminal это можно отобразить на графике. То есть, в текущем моменте самой максимальной проторговки, которая была в декабре 2016 года. То есть, даже когда у меня образуется много уровней, я более свежие удаляю и оставляю более древние. Потому что они почему-то отрабатываются лучше. Но, опять же таки, это не должны быть уровни пятилетней давности или десятилетней. В принципе, уровни, которые до трех лет являются актуальными на сегодняшний день. То есть, соответственно, в данной ситуации целью у меня является декабрь 2016 года. Это первая цель. А вторая цель это целевой уровень трехмесячный 1.02. То есть, в нашей платформе уровни целевые устанавливаются согласно прогнозам крупных инвестиционных банков. И, соответственно, берется сегрегированный прогноз и отображается прямо в платформе. И мы можем определить, куда смотрят крупные деньги, скажем так. Куда они ведут своих клиентов. Не всегда эти уровни, конечно же, достигаются. Но для постановки целей эти уровни нам очень необходимы. То есть, у нас три приоритета есть. Дальше. Это нам нужна точка входа. То есть, четвертый параметр. То есть, здесь точкой входа может являться либо закрепление цены выше недельной проторговки. Либо же появление HFT объема. Либо же это резкое движение вниз, даже без HFT объема. Но это так называемая проверка ликвидности. То есть, соответственно, цена резко двигается вниз и возвращается. Проверяя, есть ли там лимитные ордера. Которые также необходимо задействовать. Для того, чтобы накопить большую позицию. Вот таким образом, если вы смотрите на рынок, это дает вам понимание того, что нужно ждать, какие цели нужно установить для себя и где найти точку входа. С лучшим соотношением риск-прибыль. Потому, по швейцарскому франку мы ждем восходящего движения. И напоследок хочу вам сказать одну трейдерскую мудрость. Соблюдайте деловой риск в сделке до 2%. Если он превышен хотя бы на 1$, считайте себя проигравшим. Я соблюдаю риск в сделке до 1%. То есть, 0,5% либо же 1%. В зависимости от ситуации. Конечно же, если я беру несколько контрактов, это будет 1%. Потому, что я предпочитаю выходить из позиции все-таки частями, разделять ее на несколько выходов. Для того, чтобы взять максимум движения. Я бы хотел увидеть в комментариях ваши риски, которые вы используете для открытия сделок. Какие у вас максимальные риски при входе в позицию? Очень интересно. Потому, что на самом деле риск менеджмент является ключевым фактором для достижения успеха трейдера. И не достижения успеха 90% трейдеров, которые теряют на рынке. Потому, желаю вам психологической устойчивости. И до встречи в следующих видео. Пока.